Слава Иисусу Христу! Хотелось познакомиться с вами. Ну, что вас побудило к этому? Ну, нравится, как вы знаете, Слово Божье изучали. Ну, как? Ну, вообще, тронут вашим подвигом, так сказать. Так, а вы к нам в сообщество-то не вошли еще? У нас молитвы идут. Через каждые два часа молитва начинается, дозвон. Не. Так а вы зайдите, попросите, чтобы вас приняли, вы правила прочитаете. И там мы будем встречать, у нас занятия идут по Библии раза четыре в неделю. Ясно. А вот сейчас вы заняты, времени нету? Я сейчас только с одним говорил, около двух часов, наверное. А, ясно. Он идет воевать, воевать охотой, надо, чтобы мухлевать, чтобы Евангелие найти. Я говорю, иди в башку, скоро тебе свернут там. Верующие должны слушать, что ему Дух Святой говорит. Любите врагов ваших. Да. Как услышать? Я вам скину свои материалы сейчас, потому что мне важно, чтобы вы зашли. А раз вы зашли, значит, я вам скину материалы. И в моих материалах вы найдете ответ на тысячи вопросов. Тысячи. И там, там на сайте, сайт, да. Вопрос задать. Давай. Сейчас можно? Можно. Ну, как понять... У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Ну, скажи, не против. Не против. Ну, говорите. Как понять, вот, в книге царств, что в Саула вошел злой дух от Бога написано? По пупщению Богу. Господь попустил это. Он заслужил это. Это от Бога. Ясно. И война такая, Господь знает, иначе его поставил преграду. Непослушный ребенок растет от Бога. Они не хотели учить, а у Бога правила есть. Сами не молитесь, не считайте, ребенок такой вырос. И родители застрелил обоих. И вроде бы, когда Израиль из Египта выходил тоже, фараона, там же написано. Так, так, это означает попущение Божьим. Это Божий план. Ясно, понятно, спасибо. Аллилуйя, спасибо, спаси Христос. Спаси Христос. А еще такой вопрос. Давай. Вы когда начитывали Златоуста, как вы на ходу переводили, что синодальный перевод комментировали, цитировали? Ну да. По памяти, да? По памяти. Слава Богу. А то я читаю и трудно, трудно старославянский. А вы себя как верите-то? Вы кто? Православный, нет? Ну, я крещение в пятидесятников принял. Ну, принимал, а сейчас-то как ваше настроение-то? Вне церкви спасения нету. Церковь Христос основал. А пятидесятники возникли через 1700 лет. Он не сказал, Господь, 1700 лет пройдет, я церковь основу. А вне церкви нет спасения. Церковь это как ковчег Ноев. Ну, я согласен с вами. Я просто родился вот с бабушкой и ходили у нас здесь в селе, собирались. Потом я как бы отступил. Вот в 16-м году сбила машина меня. Левая рука у меня усохшая. И в 19-м принял крещение обратно к вере, так сказать, к Богу. Они не церковь. Запомните, не церковь. Это сектанты. А раз они сектанты, они никакого отношения к церкви Христовой не имеют. 16-я глава, 18-й стих, Евангелие от Матпея. Иисус говорит так. Я создам мы церковь мою. И врата они дали. Так где он церковь основал? В Сионской горнице. Деяние 2-я глава. И дом Корнилия. 10-я глава. Деяние апостолов. Все. Одна церковь. Они говорят, я создам церкви. В Америке 21 тысяча разных наименований. Деноминации, конфессии. Нет таких слов. Есть церковь, есть ересь. Вы в ереси находитесь? Ясно. А как вы относитесь, допустим, когда гонения были? Вот мне тоже интересно. Если вы так категорически, как когда в насылках были, лишали жизни. Ну, я думаю, только Духом Святым. Даже те же баптисты, когда насылки шли. Нет. Не надо придумывать. Да подождите. Давайте. Давайте. Коротко. При частях. Не надо выдумывать. Когда баптизм возник? Я вам объясняю. В 1639 году Джон Смит. Первая маленькая община. 1017 столетия. Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Зачем идти, когда церковь им основана? А это еретики. У них нет рукоположения, нет настоящего таинства, нет причастия. И крестить они не имеют права. Это делает священник только. Рукоположенный. А его рукоположил епископ. А епископы идут, следующие архиепископы до апостольских времен. От Мэтта, Андрея, католики от Петра. Видите как. А сектанты эти, они ни от кого сами. Вот сбрело ему в голову, он основал. И теперь считается верующим. У Бога-то он будет судить. 12 глава, 48 стих Евангелия Тиана. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. А раз оно будет судить, по нему надо и жить. Почему он к Титая говорит? Еретика 3.10. Послание к Титу. После первого и второго разумления отвращайся. Ибо они, будучи самоосуждены. То есть они сами себя осудили. Ни бабушка, ни дедушка не надо. Ну ты-то понимаешь. Вот у меня сколько тут пятидесятников пришли. Баптисты, адвентисты седьмого дня. Свидетели Югова, мусульмане. Я проповедую, новые люди обращаются. Слава Богу. Слава Богу. Ну а вот много очень свидетельств наркоманов, алкоголиков, вот в их реабилитационных центрах. Ладно, ладно, допустим так. Какое отношение это имеет к ущению Христа? Наркоманы, блудники. Люди желают выйти из этого состояния, услышат. А я взял и буду. Мы говорим о церкви, они не церковь. А раз не церковь, поэтому и все дела прахом идут. Вера должна быть поддана, которую Христос оставил. Почему, говорит, одних поставил пророками, апостолами, третьих, учителями, в третьих. С сектантами беседуем. Кто третий? Они опять апостолов перечисляют. А мы знаем Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Иоанн Златоуст. На все века есть святые отцы, которые истолковали. Если не истолковали неправильно, тогда церкви нету. А Господь говорит, во все дни с вами, которые первые. А иеретики-то они возникли. Мартин Лютер, 1517 год, 16 век. Но еще тоже церковь. А теперь гомостексуалистов же вместе женят. Женщины вместе венчаются, две бабы. Дошли. Ясно. Ну, я еще назад бы хотел возвратиться. А как вы так, как вы так, Слово Божие запомнили, что на ходу цитировали? Как я молюсь, и благословение Господне. Я не просто молюсь, а я верю в это. Я учился в школе когда. У нас иностранного языка не было. Деревня, учителей таких не было. И я только учился когда в техникуме, первый раз коснулось меня это. Я вот немецкий язык. Никогда их не видал, не разговаривал. Ровно за шесть месяцев я уже у них проповедовал по-немецки, собрание немецком. На английский у меня ушло четыре месяца. Я был в Америке, я беседовал с ними. Вот так. А в Латвию приехал, там три месяца прошло, я уже по-латышски говорю. А языка не было. Это Бог делает. Он поднимает покрышку и складывает туда. Хотелось бы тоже так. Ну, так я вам скину данные. Вы никуда не ходите. И входите в наше сообщество, молитесь вместе. Вы у нас будете как молиться. У нас обращение к Богу искреннее. Какие люди, насколько они жертвенные. А коротенький еще вопрос. Можно? Да, можно. А кто Златоуст на русский переводил? Я вот как-то не нашел. Нигде не найдете вы это. Давно переведенное. И переводили обычно четыре духовные академии. Санкт-Петербургская, Московская, Казань. А отдельно, что отдельно, кто переводил, этого нету. Нету. Оно на греческом языке было. В каком году переведено, тоже неизвестно. Ясно. Я думал, может, Лопухин. Ну, перевод правильный. Абсолютно. Я его начитал. 12 томов Златоуста. Начитаны. 12 томов жития святых. А у эритиков ничего этого нету. Билли Грэн. Златоуст мне нравится очень. Златоуст и Тихон Задонский тоже мне нравится. Да, тоже. Он это святой человек. Слава Богу. Рад был познакомиться с вами. Я вам скину сейчас данные. В течение трех минут скину. И вы дальше там посмотрите, кому позвонить, чтобы вас приняли на молитву. И у вас Господь откроет вам глаза. И вы увидите, что вам Бог показывает. Все на этом, да? Пусть Бог благословит. Отхожу, закрываюсь.